Удивительно, как мелодия «Поток жизни» продолжила будто бы встречу с истоком, отразила все строки стихотворения в мелодии, но подарила знание, ощущение, чувство следующего шага — встречи с тем потоком жизни, который исток дарит. Те образы, что музыка в себе несёт и помогает ощутить, и познакомиться с этим действием, с новым, совершенно сказочно прекрасным, которое происходит в музыке. Строки будто бы подсказывают сердцу, что происходит, что это за образы, как они взаимодействуют друг с другом. Само начало музыки такое тонкое, оно такое высокое. Предстаёт перед внутренним взором будто бы, знаете, какое-то предрассветное утро, когда всё ещё в ожидании чудо-встречи со светилом. И будто бы птички воспевают уже утро, которое ещё не пришло. Я понимаю, что сердце поэта, вот оно, направленность, имеющее к мечте, оно будто бы сонастраивается с потоком. Вот настолько вот утончённо всё в этих звуках. Затем вот путь уже начинается, шаги начинаются к потоку. Мы слышим звучание колокольчиков, которые задаёт камертон чистоты потока, показывают, а какой он сияющий, а какой он искристый. И сердце поэта, а оно идёт из самой глубины жизни, мы слышим такие мощные басы в мелодии. И вот это вот пространство невероятно необозримое, вот этих глубин из басов и колокольчиков, которые сияют в невероятной высоте, вот создаёт вот это ощущение простора совершенно сказочного. Да, вот показывает, а какой он этот путь из этих басовых глубин вот к этой кристальной чистоте. Музыка, следуя дальше, она не перестаёт удивлять. И строки стихов, они показывают вот эту решимость поэта, который говорит «мой путь туда, где мысли, чувства чисты». Мы понимаем высота, да, вот она открылась, какова она. И тут начинает дружный хор созвучный духовых медных инструментов рассказывать нам а вот прямо героической доблести героя, который так искренно, верно, честно направлен к своему пути, каких усилий, духовных шагов, сердце его преисполнено. Музыка рассказывает об этом. Какое же это сердце верное, горящее? И здесь возникает встреча со следующим образом. Вот эта красота скрипок, арф, когда мы понимаем, да, вот он, поток жизни, сердце героя с ним встречается. Какое же это счастье! Музыка просто заливает всё пространство, она наполняет всё, потому что это поток света, это поток любви. И он такой щедрый, он такой бескорыстный, он наполнить может всё, всё пространство, всё наполнить жизнью, стремить к свету и взрослению. Не вот эта встреча, а духовые звучат, да, и вот мы понимаем, что сердце поэта, оно уже входит в созвучие, оно наполняется этой красотой, оно поднимается всё выше и выше. И финал вот произведения вот этого, оно вроде бы длится три минуты, да, но мы, слушая, внимая сердцем, помня о том, о чём нам стихи рассказывали, мы будто бы за три минуты проживаем величие вот этого пути и тех событий, которые на нём происходят, сказочной красоты, звуки, мелодии, они сказочной красоты, не сказочно прекрасной, но чувствуя вот эту деятельность духа и сердца, мы понимаем, что они реальны, они реальны для героя, а значит, они живут в этой жизни, эти действия, мы их просто ощущаем, мы можем наполниться вот этим сказанием вот этого пути. И в конце происходит вот это счастье единения, сердце поэта, оно уже прямо сливается, соединяется с потоком, и мы слышим, как деревянные духовые инструменты, взлетая ввысь, легко воспевают тот же самый мотив, но качество совершенно другое, будто бы встреча счастливая произошла полностью, сердце полностью наполнено, и оно уже льёт щедро, бескорыстно этот поток. Всего одно произведение, и опять эти волшебные стихи, они помогают нам, будто бы в мир сердца, в мир потока жизни к истоку сделать новый шаг. И это чудо, и это сказочно прекрасно, и за это огромная благодарность сегодняшнюю встречу и это произведение. Сердце переполнено просто этим счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok